Всем привет, друзья! Сегодня мы будем делать красоту из обычных полиэтиленовых пакетов. У меня не нашлось зеленого пакета, под рукой были только черные, прозрачные, салатневые и желтые. Поэтому я буду мудрить с цветами и сочетать несколько оттенков, чтобы получить нужный цвет. Если у вас есть красивого зеленого цвета пакет, то в принципе вот эти все манипуляции с цветами не обязательны. Хотя сейчас посмотрим, вполне возможно, что получится интересный мраморный эффект. Я вырезаю кусочки для того, чтобы показать, как склеить все эти цвета и что получится в итоге. Обрезаем приблизительно одинакового размера кусочки пакета, которые мы хотим соединить в один. Так мы получим и нужную плотность, и нужный цвет. Можно сочетать какие угодно цвета. Можно и белую подложку, и черную, как я использую. Можно бордовый цвет делать, темно-зеленый, светло-зеленый, какой угодно. Какие у вас есть под рукой пакеты, все можно использовать. Вот такая вот бумага плотная нам нужна для того, чтобы соединить эти пакеты и получить нужный оттенок. Вот таким образом я его комбинирую. Накрываем сверху. Это у меня ватман. И проглаживаем утюгом. Я ставлю на двоечку. Но вы пробуйте, это нужно экспериментальным путем. Чаще всего двоечки достаточно для обычных пакетов. Вот так вот несколько раз проглаживаем, чтобы они между собой соединились. И смотрим. Вот такой интересный цвет получился с прожилками. Такой мраморный, не однотонный и, ну, мне кажется, более природный как раз такой. Обрезаем лишнее. И сейчас будем делать листочек. Складываем кусочек пополам. Он может быть любого размера. Я вот выбрала такой. И вырезаем форму, которая нам нравится. Я вот таким вот хаотичным порядком. Можно сделать какие-то щербинки, надрезики, чтобы листик выглядел более интересно. Мне нравится вот таким вот способом это сделать. С помощью ногтей формируем прожилки. И чтобы они были более выразительными, я вот так вот немножко провожу по горячему утюгу. Тоже нужно это делать аккуратно, очень быстро, чтобы не пропалить насквозь листочек. Но при этом размягчить полиэтилен и сделать выразительными вот эти вот прожилки на листике. Вот так вот сначала продавливаем ногтем, потом на утюге. Можно использовать еще свечку или зажигалку. Мне удобно использовать утюг. Имитируем настоящий природный листик. Вот таким вот образом. Можно еще пройтись по краешкам вот таким вот образом. Немножко их растянуть, чтобы они были более такими, более кучерявыми. Тогда листик получается более интересный. Вот такой вот листочек получился. Я повторила манипуляцию с пакетами. Уже взяла кусочек побольше. Прогладила утюгом. И вот получила такой большой кусочек. Сейчас вот обрежу лишнее. Смотрите, какие переливы цвета. От желтого к зеленому, к салатнивому. Очень даже симпатично получилось. Теперь я могу сделать таких листочков много. Они не обязательно должны быть одинакового размера. Ну, приблизительно в одной стилистике. Можно вот так вот прикладывать рядом образец-листочек и повторять его. Теперь я делаю щербинки. Приблизительно делаю такой же формы. Можно, например, даже без утюга обойтись. Если полиэтилен поддается вашим ногтям, то можно сделать прожилки просто ногтями. Вот такие вот листики делаем. Количество листочков может быть любое. Я сделала вот столько. Сделаю некоторые чуть поменьше, некоторые чуть побольше. Теперь берем проволочку. Проволока должна быть мягкая. И делаем несколько заготовочек длиной где-то в 60 сантиметров. Я использую картонку, чтобы мне так проще было. Сделать одинаковые кусочки. Вы можете просто отмотать и линейка отмерить. Вот я взяла несколько пресков. Берем проволочку и накалываем на нее листочек. Не слишком близко к краю, но и не слишком далеко. Где-то полсантиметра. Немножко иногда не пробивается проволочкой. Тогда можно воспользоваться иголкой. Проколоть иголкой листик. Вставить проволочку посередине. Листик мы размещаем посередине и вот так вот закручиваем, чтобы он держался. Потом отступаем небольшое расстояние и накалываем еще один листик. Вот этот прокололся хорошо. Оставляем небольшое расстояние. Какое вам нравится? Можно пару сантиметров, можно меньше, можно больше. И таким же образом, держа листик за краешек, закручиваем проволоку. Вот так вот формируем веточку. Закручиваем дальше проволоку. И давайте еще один листик сюда добавим. На веточке может быть столько листиков, сколько вам хочется. Можно разные веточки сделать с тремя листиками, с четырьмя. Вот и добавляю третий листик. Опять размещаю посерединке, чуть-чуть отступаю. И держа за краешек листика, закручиваю проволоку. Вот таким вот образом мы делаем веточку. Нужно чуть-чуть еще подкрутить, но не до конца. Вот такая веточка получилась. Теперь можно сделать веточку с большим количеством листиков. Опять берем листики, прокалываем. Вот этот тоже плотненький, моего иголочкой. Размещаем его посередине проволоки, вытягиваем ее, придерживаем и закручиваем. Немножко закручиваем. и добавляем еще листик. Опять делаем небольшое расстояние, которое нам нравится. Здесь можно по-разному делать. И закручиваем. Закручиваем так, чтобы листик держался плотно на проволочке. Вот тут чуть-чуть подкручиваем, потому что болтается. Добавляем еще один листик. И хорошенечко его закручиваем. Вот так. Подкручиваем чуть-чуть дальше. И я хочу добавить еще один листик. Чтобы было их 4 на этой веточке. Держим за основание. И закручиваем. Вот эта веточка у нас получилась с четырьмя листьями. Подкручиваем ее чуть дальше. И можем вот, например, соединить с тремя листиками. Сделать веточку больше. Там, где листиков меньше, я располагаю веточку чуть-чуть ниже. И закручиваю. Можно не до конца. Вот такая вот веточка у нас получилась. Таких веточек мы сделали много. Ну, их можно сделать большое количество или меньше, насколько у вас хватит терпения вырезать листики. Вот теперь я соединяю их попарно. То есть две веточки рядом. Одна чуть-чуть выше, одна чуть-чуть ниже. И соединяем. Можно не до конца докручивать. Можно складывать, как вам нравится. Таким образом, чтобы она была пушистее, объемнее выглядела. Вот одна у меня лишняя, одинарная. Я ее прикручу еще сюда. Вот такие веточки три. Теперь делаем ствол. Я беру обычные шпажки, и малярный скотч. Обматываю их скотчем. Делаю это неаккуратно. Вот как оно обматывается. С какими-нибудь такими неровностями. Это нужно для того делать, чтобы получилась красивая структура коры. Теперь беру самую пушистую веточку и приматываю ее кверху. к стволу. Вот таким вот образом. Вокруг обматываю. Так мы формируем дерево. Его крону. Теперь беру следующую веточку, располагаю ее ниже. и тоже приматываю. Вот таким вот образом. Ее можно было еще ниже расположить. Как вам нравится. Следующую тоже еще ниже. И приматываю. За счет проволочки вы можете крону сформировать так, как вам нравится. Распределить листики, наклонить их, изогнуть, повернуть, как угодно. Вот таким вот образом делаю я. Теперь берем скотч и дальше формируем ствол. Очень неаккуратно. С какими-то неровностями, защипами. Вот прям вот его немножко даже жмакая. Такой способ вот неровный, неаккуратный. Вот он дает как раз красивую структуру дерева. Можно еще слой. Вы наносите столько слоев, сколько хотите. Вот по толщине, как вам нравится. Чтобы структура появлялась вот такая вот с заломами и неровностями. Вот так прям жмакаете. Получается вот такая вот симпатичная имитация коры. Тут я немножко обрезала. Мне показался ствол слишком длинным. И хочу его еще немножечко сделать толще. Вот так вот даже перекручиваю иногда в каких-то местах скотч, чтобы было более выразительной вот эти неровности коры. вот таким вот образом формируем ствол. Обматываем столько раз, сколько нам хочется, насколько нам хочется, чтобы он был толстенький и такой вот структурный. Вот такой вот ствол. Теперь я прикреплю на крышечку это все. Обычную из-под банки жестяную. Я взяла детский пластилин. Это удобнее всего. И потом вы кусочками скотча закрываете этот пластилин, приклеивая скотч кусочком к стволу и кусочком дальше покрышечки. Вот таким вот образом. Тоже здесь не нужно соблюдать какой-то ровности. Корни у дерева тоже они не гладкие, они такие структурные, поэтому приклеивайте вот так, как получается. Закрываем полностью пластилин со всех сторон. И таким образом у дерева будет надежно прикреплено. к подставочке и будет такая имитация корней. Вот таким вот образом. Уберем обычные акриловые краски, какие у вас есть. Детские или для рисования. Вот такие вот. У меня нашлась вот такая краска. И вот такая. Я смешивала и получила оттенок коричневого. Мне нужен был чуть потемнее, чуть посветлее, чтобы были красивые переходы цвета. вот так. Я просто кисточкой покрываю, не особо стараясь. Главное закрашивать все белое. Можно смешивать цвет, можно оставить один коричневый оттенок, любой. Вот таким вот образом покрываем ствол дерева. Даем просохнуть и берем, ну вот в моем случае я взяла золото, потому что у меня золотая проволочка. И покрываю. В этот раз уже не втирая во все щелочки и щербинки, оставляя вот такие вот темные фрагменты, которые глубже находятся, чтобы был такой вот переход цвета, какая-то структура более выделенная была. Вот таким образом я покрываю золотом ствол. Даю просохнуть. И теперь я закрою вот эту крышечку. Ее можно просто покрасить краской. Можно приклеить какую-нибудь ленту. Можно воспользоваться клеем-пистолетом, что-то приклеить. Но у меня вот под рукой был двусторонний скотч, и я решила им воспользоваться. Для меня это быстрее, проще. Вот так вот я его наклеила. Снимаем защитную пленочку. Вот так вот его подкручиваем. Эту липкую ленту. И на нее я просто намотаю джут. Джутовую нить. Вот так вот по кругу обмотаю и закрою вот эту вот часть крышечки. Вот таким вот образом по кругу. Очень просто наматывается. И вот что у нас получается. Такое вот интересное деревце. Интерьерное. Такой вот декор. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, потому что будет много еще чего и очень интересного. Всем спасибо. Пока-пока.